Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota Harrier 2004 года выпуска двигатель 3 литра бензин коробка автомат передний привод пробег на автомобиле 246 тысяч километров на этом автомобиле сегодня переберу суппорта передних колес ну и после этого установлю новые колодки поднимаю автомобиль снимаю колеса и снимаю суппорта поднял автомобиль снял колесо вот такой у меня зажим фирмы GTC 1343 передавливаю тормозной шланг чтобы жидкость не бежала систему не завоздушивать после того как сделаю все равно буду прокачивать новую тормозную жидкость откручиваю тормозной штуцер тормозного шланга откручиваю тормозной штуцер тормозного шланга снизу тазик поставил под тормозную жидкость маленько вытечет в самом цилиндре жидкость наполнен цилиндр потому что колодки практически изношены ну а теперь откручиваю два болта которые у нас крепят цилиндр к направляющим также сразу откручу штуцер прокачки его тоже будем устанавливать новый второй день на улице ветер гуляет все цилиндр я открутил снимаю его износ колодок неравномерный внутренняя колодка изношена больше чем наружно немножко направляющие ходят но пыльники мы заменим и смазку мы заменим снимаю скобы почищу сами скобы и почищу под скобами направляющие направляющие тоже вынимаю верхняя направляющая направляющая у нас без манжеты нижняя с манжетой резиновый демпфер не снаружи а изнутри одевается снимаю их оба сразу вычищу оттуда старую смазку и как вычищу и промою очистителем тормозных систем вычищу Теперь иду мою сам суппорт, почищу его, обдую, потом будем разбирать. Почистил и помыл маленько суппорт. Это у нас штуцера прокачки номер 47547-210. Это у нас ремкомплект переднего суппорта. Комплект идет на две стороны 044-79-48-040. В ремкомплект входит инструкция со смазкой. Кстати, смазка для переборки суппортов розовая, оригинальная, тойотовская. Идет 4 пыльника на направляющие. Два манжета и два пыльника. Также идет два демпферных резиновых уплотнителя, два колпачка на штуцер прокачки и две парные шайбы на штуцер тормозного шланга. Беру, подставляю дощечку и выдавливаю поршень. Когда выдавливаете поршень, никогда не подставляйте пальцы. Перебьет только так. Поршень здесь большой. Вот это грязь. Смазка, которую добавляли. Коррозии нет. Это все сейчас вытерется и отполируется. Пыльник, пыльник, пыльник. У нас сидит просто на резиновом уплотнителе. В норе 3 резины залит металл. Берем тоненькую отверточку и поддеваем его. Вот, видно, металлическая погнулась. Ну, пыльник мы меняем, поэтому он нам целый не нужен. Так же снимаю манжету, поддеваю ее. Все в хорошем состоянии. Суппорт ни один, ни второй не бежит. Хозяин сказал, что нужно обслужить, чтобы еще он 200 тысяч не заглядывал в них. Поэтому берем, перебираем. Внутри, вон, видно, грязь присутствует. Сейчас все вымываю, продуваю. Посадочное чистое. И будем собирать. Все. Цилиндр промыл, продул. Поршень почистил. Берем смазку Феби. 31-942. Берем манжет. Немного смазываем смазкой. И заводим его в посадочное. И заводим его в посадочное. И после этого перепроверяем, чтобы он настоял ровненько, не покрытый. Случайно, его не перевернуло. Теперь берем поршень. Не поршень, а пыльник. Пыльник надеваем на поршень. Смотрим, чтобы он у нас ровненько стоял. Смотрим, чтобы он у нас ровненько стоял. Эта смазка позволит нам плавно завести в направляющую поршень. И она останется потом под пыльником. Заводим ее на место. Все, поршень у нас пошел. Видно, что он идет мягко. Теперь сзади заводим пыльник на место. Вот пальцами я прижал. И защелкиваем его спереди. Все это делается руками. Без вмешательства каких-либо инструментов. Все, пыльник сидит на месте. Додавливаем поршень. Перепроверяем. Все сидит на месте. Смазка под пыльником у нас присутствует. Сразу возьму, перекручу новый штуцер прокатки. Достаем новую пару шайбы тормозного шланга. И идем устанавливаем пыльники направляющих. Смазываем направляющие. На одной из направляющих меняем манжетку. И устанавливаем на место. Беру из ремкомплекта смазку. Примерно с горошину выдавливаю. И заложу вовнутрь направляющий. Также во вторую. Пыльники смажу силиконом. Вообще-то ничем я их смазывать не буду. Они и так встанут нормально. Все, пыльнички я одел. С нижней направляющей снимаю демпфер. Он в хорошем состоянии, но мы его заменим на новый. Поддеваю. Все, снял. Берем новый. Одел новый. Беру, добавляю. Маленечко смазки. Большая часть этой смазки сбоку останется под пыльником. Туда попадет только малая часть через проточки. Надеваем пыльник и проверяем. Все, направляющая у нас движется мягко. Также смазываем верхнюю. Здесь есть три проточки. Через эти три проточки попадет смазки чуть-чуть больше. Все, направляющие у нас стоят. Двигаются мягенько, смазаны. Скобы я почистил. Устанавливаем на место скобы. Так вот. Хорошо. Вот. Хорошо. Берем новые колодки. Колодки будем использовать фирмы Нишимба. ПФ 1497. На колодки я уже переставил радиаторы, противоскрипные пластины, которые шли на родных в комплекте с Нишимбой. Вот эти радиаторы не идут, их надо заказывать отдельно, если вдруг у вас нет. Смазкой пастой БОШ номер 560015044Н смазываю торцы колодок. С пескуном у нас идет внутренняя колодка. Также смазываю на второй колодке. Здесь очень хорошо колодки подогнаны. У них не две точки опоры сверху-снизу, а четыре точки опоры. И стоят они хорошо, не болтаются вообще, даже сейчас, когда суппорт не стоит. Снимаю со шланга старую шайбу. Обдуваю его немного. И устанавливаю новую. Сразу поставлю штуцер. И устанавливаю цилиндр. Поправляем вот эти пропилы на направляющих и цилиндры. И наживляем болты. Вставляем шланг. И тоже его прикручиваем. И еще раз. Поправляем. Все, цилиндр у нас установлен. Отпускаю зажим шланга. И сейчас у нас тормозная жидкость должна потечь. Через штуцер прокачки. Все, побежала, побежала, побежала. Поджимаю ее обратно. Прокачаю я уже после того, как сделаю вторую сторону. Аналогичным образом я сейчас меняю со второй стороны. А потом вакууматором уже прокачаю передние суппорта. Все, также я перебрал вторую сторону. Снимаю зажим со шланга. Ослабляю штуцер прокачки. Все, пошла жидкость. Закрываю. 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 Бачок я залил полный. Использую тойоту. Вот такая тормозная жидкость. Оригинальный номер ее 08-882-00-191 Это литровая А окончание 190, это пол-литровая Идет она до 3, если я не ошибаюсь До 140 градусов По классификации Странно, что здесь не написано 1 литр На английском ничего нет, есть на японском Но на японском вот оно, ДОТ-3 Если все верно Залил полный бачок Одеваю ключ Одеваю шланг вакууматора Открываю штуцер И Выкачиваю тормозную жидкость вместе с воздухом Обновляю тормозную жидкость То, что воздух в шланг попадает Это подсасывает под штуцер Это не из цилиндра С каждой стороны Выкачиваю По бачку По такому Иду на вторую сторону Также прокачиваю В комплекте идут пыльники Новые Вот он Пыльничек Одеваем его Одеваем на место колеса Опускаю автомобиль И нажимаю на педаль тормоза Два-три До тугой педали Чтобы у нас колодки Суппортами Прижались В рабочее положение И на этом все Замену ремкомплектов Передних суппортов Я закончил Всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому